А вы попевайте. А в окнах струится сиреневый свет. На хвою ложится серебряный снег. И словно в свеженькой ночной тишине Хорошие сны прилетают ко мне. А что вы хотите? Хорошие сны. Вы мне расскажите о тропах лесных. Где всё словно в сказке, где сказка сама. Красавица русская вроде зима. А что это? Холод на землю упал. И небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял. Все белые звёзды танк зёрна вперёд. То желтый цыпленок, что в небе гулял. Все белые звёзды танк зёрна вперёд. Это сказать, как всё это было на самом деле. Значит, с самого первого у меня студенчика, даже не год, а первого полгода. Я учил среднюю школу, поступил на физфак. И мой ещё школьный друг говорит, давай, вот сейчас каникулы будут у нас. Давай мы куда-нибудь в деревню под Москвой поедем. И это проведём, там ещё в Москве болтаться. Поехали в деревню. Ну, там дом, какая-то комнатка, значит, две кровати, подоконник на уровне сугроба, или сугроб на уровне подоконника такой. И, значит, за этим окном идёт огородность небольшой, потом небольшой такой лыжочек, ну, примерно как-то того, софита. А дальше земля закругляется. Овраг. Точнее, не овраг, а, так сказать, крутой берег, маленькая речка, я потом увидел. И там высоченные такие сосны растут, такие все стройные такие, всё такое. И между ними видно, что за этим оврагом ещё идёт огромное поле, наверное, капустное. Это горизонт такой всё гладкое, белое-белое такое всё. И вот мы ложимся с моим другом Женей, начинаем разговаривать, как полагается. Он быстро засыпает, а я нет. Потому что я сразу же, с самого начала увидел, что там вот за окном происходит какое-то чудо. А чудо такое, что там вот за этим горизонтом, где-то там, где была капуста, там что-то ещё. Что-то, в общем, до горизонта. Вдруг неожиданно начинает как-то светлеть слегка. А ночь чёрная, пусть, ну, конец января, начало февраля месяца. Но чёрная, вдруг неожиданно в этом месте как-то просыпается какая-то жизнь. Вот там начинает чуть-чуть светать, там и всё такое. Вот. А всё чёрное и чернее становится на фоне того. Вдруг неожиданно оттуда появляется такая маленькая-маленькая макушечка Луны. Ну, маленькая-маленькая и всё. Потом она подымается. И дальше я уже, я понимаю про оптические эффекты. Ты, Слава, не зря ночью, кончал. Но я вижу, что это же Луна не такая, как мы видим всегда там наверху. Она огромная. Вот она подымается. И она занимает в итоге, ну, не полгоризонта, но треть примерно горизонта. Огромная такая Луня ещё подымается. Уже своим нижним этим ободком становится на горизонт. И потом начинает двигаться ко мне. Вот прямо в мою сторону. Начинает двигаться ко мне по нему. Вот так вот идёт. А под ней такой лунный свет возникает. Тоже в месток направленный. Вот. Она доходит вот до моей речушки, до моей горочки. И подымается по ней вообще уже огромная. Она уже как вот из сосны, которые рядом со мной. Она прямо вот разверну вниз у неё тут. И вот. Подымается по этим соснам, скоракивается. Идёт наверх. Уходит, уходит, уходит. Потом, чем дальше, она вдруг начинает светлеет, уменьшаться, уменьшаться. И что дальше в песне узнаете? И так возникла эта песня. И так возникла эта песня.